24 марта 2014 года. Лидия Алексеевна Липовка, да? Да. Вы живете в Томске. В Томске. С какого года рождения, Лидия Алексеевна? 29-го. 29-го года. Ну, расскажите, пожалуйста, где вы родились, кто у вас были родители? Родилась я в Михайло-Кишегарском районе, в Томской области. Родилась еще в доме, сейчас сфотографировалась. Нас было шестеро, мамы. Выгнали нас в 37-м. А, раньше, в 37-м отца забрали. Он еще как-то все куда-то уезжал, все прятался, а мы жили по квартире, никто не пускал, потому что враги народа, все боялись, всех предупреждали не пускать на квартиру. Мы по деревням прятались. Возил он нас в Татьяновку, это тоже Шагальского иона, там кровотечникам. Ну, а потом кое-как мы в деревне остановились. Когда его забрали, мы остановились. Ну, а как были враги народом, и война кончилась, и мы все равно были враги народа. Где-то только что по работе не идет, это виновата только я, потому что я враг народа. На быках работала, на лошадях, на лецитовках была, везде-везде, все. Вся жизнь. Ну, и мама так, мама, я забыла в каком году она умерла у нас. Сейчас нас осталось шестерех, да, только двое. Стронков, Шагарки младше меня, вот ей 80, а мне уже 85-й. Не знаю, как выжили. А вот вы, кем у вас отец работал в колхозе, в деревне? Я не знаю, тогда еще не было колхозов. Наверное, каждый по себе, потому что я знаю, что у нас была лошадь, потом забрали лошадь, с дома выгнали. Там только, наверное, еще колхозы образовались. Но я знаю, что вот эта война началась, когда, и в 42-м году я вот три класса закончила и пошла работать эту контору техничкой и бегала. Туда раньше телефонов не было, деревня была большая. И вот бегом туда и оттуда все бегала, собирала кого надо, приеду с района, надо вызвать. Я всю деревню бегаю. И пока война не кончилась, я работала в этом своем собственном доме. То есть дом забрали под контору, да? Ну, контора была все время. Хлебки убрали, только вот дом остался и анвар. А так все, там какие были постройки, все растащили. Скажите, а вы помните, как отца вашего забирали? Не помните, да? А, его... А, чуть-чуть. Помню, мы жили там у Лупенки в Задах. Они ночью приехали, забрали и все. Мама утром побежала в монастырку, а его уже нет. И все. Больше ничего не знали. Ничего буквально. А вот тут я когда в Томске стала жить, в 52-м году я приехала в Томск. И тут кое-кто послали. А потом братишка самый меньший с армии пришел, посылал розыск. Вот эти бумажки пришли и все. Больше мы ничего не знаем. Где, как, чего, понятия не имею. И кто забирал, не знаете, да? Там мама рассказывала, что монастырские знакомые даже, говорит, были парни, мужики. А потом через сколько лет, и он попал в Томск, не рой, я, мол, сам попадешь. А так я ничего не помню. Я знаю, что когда его забрали, мы все поднялись с ребятишнему, сколько у меня там было. И это, плакали. А потом мама утром уже встала, побежала туда. Меньше, в 36-м только родился в конце Миша. И это, и вот. И все. И мы больше не помним. Не помню ничего. А в деревне кого-то еще арестовывали? Знаете или нет? Двоих. Там вот моего мужа деда забрали. Тоже он как воду канул. А как его фамилия была? А его тоже Липовка. Мы однофамильцы. И кто-то, говорит, один спрятался. Проишла так, шум такой. Больше, говорит, не стали этого. Но двоих я знаю. Вот этот мужев дед. И вот мой отец. Расскажите, откуда приехали ваши родители или ваши деды? То есть они переселенцы. Из Белоруссии. Из Белоруссии. Я знаю, что из Белоруссии. В то время это говорят, что наша деревня из Белоруссии. А я-то сама не знаю. Мать и отец. Мамина это вот четыре брата. И вот их две сестры. И они все вот. Мама во втором году родилась. Только у Михайловки уже. Мама со второго года. Она уже в Михайловке родилась. Фамилия ее Крупенья, да? Крупенья. Все Крупенья эти. Потом замуж вышла за вашего отца. Да. Да. И больше замуж оно не выходило? Так какой замуж? А, о чем вы говорите? Из-за кого? Вся деревня была оголенная. Нет, но война как пошла. И все мужиков позабрали. Да и какой замуж? Нас только шестеро. Я говорю, я три класса закончила и пошла. И работать. И вот в конторе, пока война не кончилась, война кончилась, я ушла в бригаду на поля. Ну, там и косили, и молотили. И потом уже вот четыре зимы на лесозаготовку. На лесозаготовку нас на половинку отправляли. Расскажите поподробнее, что собой тогда представляла лесозаготовка? Где вы жили зимой? Как лес пилили? А, пила десяти, как они назывались, я не знаю. Ну, большая пила. Пила, и надо было пень срезать так, чтобы сани на лошадях же вывозили лес. Лес вывозили, надо делать пенек такой, чтобы это... И вот на коленке встаешь, вот так вот, в снегу, целую зиму, всю зиму. Вот опь эту, когда опь уже чувствует, трогается. То это у нас уже домой отпускают, потому что мы не попадем домой. В Шигарске, в Шигарске опь. А жили на квартире, колхоз снимал квартиру у хозяев. Вот на полу ложимся все вот так вот. Девчонки в одном месте у нас, девчонки мы пилили. А мужчин, ребятишки, мужиков там если один, два пожилых. А так пацаны маленькие эти, ей возили, которые у меня братишка с 31-го года, он тоже возил лес этот. Вот надо пилить, чтобы пеньки были низкие, чтобы пола за не цеплялись за сани. И раз 5-6 протянешь пилу, достаешь керосиной, намажешь ее, чтобы вся белая от смолы, там же сосняк у нас, это у половинки, вот за Позняково. Вот 4 зимы я была. А последний год уже послали меня, еще авсоезжали, у нас уже послали на лесу. Вот про лесозаготовки, скажите, а вам сколько платили за... Трудодни. Трудодни начислялись? Да, да, на Трудодни, если хлеб уродился, значит хлеба там получишь, а если не уродился, значит перебиваемся как попало. А еду? А еду. С собой брали? Еду брали, картошки брали, мешок, там укутывали ее, везли. А там щей, супу какого наморозим в чашке, в мешок молока наморозим. И вот я не знаю, как выжили, это удивляюсь как это, я сейчас как сам вспоминать не могу. И вот с леса приходим, у нас сколько девчонок надо посушить, а там у хозяева печь маленькие, русские, у нас большие какие-то печи. А там, и вот мы эти шталье мокрых понакидаем туда, и снова это утром встаешь, полусухие одеваешь и опять в лес. Тяжело прожили. А отпускали на побывку домой? Ну вот последний год отпустили нас, когда вот нас осенью отправили, тогда не отпускали. Это в каком году, последний год был? Это я в 52-м, это я уехала уже с Томск, оттуда. В 51-м мы были на лесозготовке, а потом, когда это с осенью уехали, нам дали на 10 дней отдохнуть. Ну и мы приехали, а у меня как раз парень, с которым я дружила, он вот кончил 10 классов. И в Томск приехал, поступил горным техником и взял это. Когда приехал на каникулы, и у меня как раз были каникулы, он говорит, а у нас же не было ни паспорта, ни свидетельства о рождении, ничего не было. Мы как с луны свалились. И мы потом пошли, а у него уже был какой-то документ, в следсовете расписались. И вот он, и тогда я уже стала, пошла в Шигарку, пешком же ходили, машин не было, автобусов не было. Пешком 65 километров в Шигарку, достала метрики свои, у меня ни метрика, ни паспорта не было. Достала все, и вот в 52-м году я приехала в Томск, вырвалась с деревни. Сейчас деревня большая была, красивая, все пустая почти. Вот только летом уезжаю туда, как на дачу. Только я не в этот дом, там у меня племянники живут. А я тут отремонтировали один, дома хозяева у меня было. Такая жизнь прожита. А в Томске где работали? А когда приехала, грамоты-то нет, на резинку, там два года поработала, стала астмой у меня задыхаться. Сказали, надо уходить. А куда пошла на швейную фабрику, а там тоже 8 лет отработала на швейной фабрике. Это у меня хуже астмой, что-то стало тушить. Я потом пошла, сипкабили 24 дня, а 24 года проработала в химолаборатории посудомыну. И вся моя так жизнь прошла, там 47-то лет стажем. А если колхозные посчитали, там всю жизнь. А муж кем работал? А муж на сипкабили тоже на подстанции бригадиром был. Он горно-техником съездил на практику. Говорит, я там не смогу работать. Он умер уже у меня 20 с чем-то лет, как лежит. И сколько у вас детей было? У меня одна дочь. Одна дочь, да? Да, мне не советовали рожать, потому что у меня астма уже было сколько лет. Я вот только на лекарствах живу. Расскажите, вот ваша семья большая была, вот 6 детей, да, было? Угу. Вот расскажите, как их сложилась судьба, ваших братьев, сестер? У старшей сестры 6 детей. Одна наша сейчас тоже умерла. Дети все здесь. А вторая сестра тоже умерла. У нее один сын. У брата три сына и дочь была. У Мити. А у Миши один сын. Ну вот у Мити только вот два сына. Три сына у них. Нет, два. Ой, вот здесь все. А это, а у Миши один, и вот Миши это самый Митч, и он институт закончил, учился, на почтовом работал, самый последний. Тоже умер, с сердцем что-то плохо. Так что, жизнь тяжелая. Вспоминать, только вспоминать, думаешь, как прожили и сколько еще, не знаю. Скажите, а вот родители ваши верующие были или нет? Нет, а там где вера? Какая вера никакой. В монастырьке, говорит, была церковь. А вот я церковь маленько, как помню. Наверное, маленькую у меня возили туда. Купали, купали еще какой-то. Вот это, про это что-то говорили. Потом убрали эту церковь. Никакой не было церкви. В монастырьке была. Ну, у нас только там недалеко, вот только через реку Шигарку переедешь, там был мост, все. Но ее убрали, что-то, как советская власть стала, ее убрали. А так-то ничего у нас таких, все-таки, не было. Ну, и что вы можете сказать, вот прожив столько лет, работая на государство, какую пенсию вы получаете сейчас? Сейчас, наверное, 15 у меня. 15 тысяч рублей. Да. И вы считаете это много или мало, или как? Ну, бог не знает, я не знаю. Ну, дочери помогаете? Да, дочь мне это помогает, если им что надо, я снимаю с своей книжки, даю. А вместе живете? Нет, у меня своя квартира на Якимович, а они где-то здесь, около кардиоцентра. Ну, с дочерью мы хорошо, с зятем хорошо. Летом они меня увозят туда, в деревню, мне в деревне легче с осмы с этой бороться. Лекарства, правда, мне дают бесплатно. Не все, но большинство осмы дают бесплатно. Ну, что дают, то дают, но что больше, как потребуешь. Что-то мы вот в войну работали, это, конечно, уже не в счет, а там же работали ни на деньги, ни на что. Только труда дни. Хлеб уродился, значит, с хлебом будешь нету, значит, будем прыгать, голодовать. А вот помните же, председателя колхоза, начальство, как оно себя вело по отношению к жителям? О ком можете сказать хорошо, о ком не очень? Я хочу сказать, что у меня тятина племянница была замужем за нашего бригадира колхоза. Он был на фронте, был мужчина этот. Он был бригадиром. Так он меня гонял все время, вот летом. Дал быка нам, его уже он не ходил по полю, уже падал, не мог. Дал быка нам с подружкой, чтобы мы привезли зерно. Старикам это все, эти руками все, или вот так вот. Мы погрузили это зерно, а бык уже убитый, совсем не может идти. Он дошел до горы, а в гору податься круто, лег и все. Мы его били, и собаку травили пацаны, и шли на рыбалку. И поджигали ему подхоз, и ничего, бык не идет, и все, охота покровала. И эти сельщики сидели, сели старики, и собрались и пошли домой, в Кульстан. Ну мы к вечеру кое-как добрались до Кульстана, это далеко. Ну убитый, скотина не может уже идти. Я только зашла, ну и пошло на меня. Это враг народа, это как вы были все кулаки, это враги народа. Я заплакала, ушла, слышу эти сельщики, старики. Федор Степанович говорит, ну поимей совесть. А они-то при чем девчонки? Ну я враг народа, а ее родная племянница со мной была, почему же ее не, она не враг народа, а я враг народа, чтобы бык не принес. Так мы мешки таскали по очереди, ну правда деревенские не такие были, большие мешки. С пшеницей на гору стащили, такой он как поднялся, потащил, да вот пока мешки погрузили, да пока проехали далеко. И враг народа я всю жизнь была, пока не уехала в деревню, а и в город. Тяжелую жизнь вспоминаешь, только я не знаю, как вы жили. А как вы считаете, вот нужно вспоминать? Нужно ли говорить это детям, внукам? Или это нужно забыть и вообще, как кошмарный сон? Так-то и охота было бы забыть, но как-то тяжело забывается. Тяжело, когда это вот вспоминаешь все, тяжело. Ну а нужно вспоминать или не нужно? Наверное, уже нет, все равно надо. Надо ехать, сейчас, конечно, сколько уж вспоминать уже. Ну там мои уже дети, дочь только знает. А внуки есть? Есть, внучка. В Петербург уехала, закончила университет. Экономист, программист там, устроилась хорошо, работает с мужем. И внук, 32-й год, неженатый, здоровый парень, хороший, работает. Послали в Москву, чтобы там устроили его, тогда же еще распределяли, чтобы это... В Москву где-то, в Подмосковье где-то послали его по специальности, все. Год поработал, домой, домой, домой. Ну где-то сейчас в Томске работает, зарабатывает, где-то квартиру ему купили уже. Ну так все терпимо сейчас. Но они знают о судьбе вашего отца? Вы им рассказывали о своей жизни или нет? Рассказывала, конечно. Рассказывала. И что они говорили? Ну молчат, а что они скажут? Что скажешь? Хоть сейчас лбом об стенку бейся, никому не докажешь ничего. Все прожито, слава Богу. И вот нас двое осталось. Шигаркиши, 80 лет. Я как вспомню, так думаю, господи, как я бы жила. Не могу. И мешки. И пахала на лошадях. Один раз убежали с подругой в Томск. Надо было на Лизотовку. Мы взялись, бежали в Томск. А не было ж ни паспортов, ничего. Сюда пришли. Пойдем у няньки. Куда брали меня там их на Светловой улице. Знакомые устроили меня все, там и коровы, все. Ну участковый день, неделю в неделю. Ты когда уедешь? Я говорю, ну пароход пойдет, я уеду. Автобусы уж не ходили до Шигарки. Говорю, автобус, пароход пойдет, я уеду. Я вот приехала к сестре, я уж врала. Где ваш паспорт, где ваши метрики, где ваши... Ничего нет. Ну вот и уехала. Приехала домой, а меня через день вызывают в контору. Ну и вот правление решает со мной, что мне делать, что я убежала. Надо было на Лизотовку, а я убежала. Уже жизни никакой нет. А он это... Ну старики все знают мою жизнь и говорят. Сидят, молчат. А там был приезжий, у него фамилия. Сидятовод какой-то был. И вот она. Вот от нас требуют одного человека на лес сплаву в Осюган. Давайте вот ее и отправим. За то, что она сбежала. Ну сижу, плачу. А председатель смотрел, смотрел. А я ее знаю, как она работала в колхозе. Я против. Никуда ее не отправил. Ну и заставили меня пахать. Как раз брат с 31-го года пошел в армию. А это... Бригадир приходит и говорит, слушай, тебе придется пахать на митинных лошадях. Я говорю, да я не пахала. Бронить-то на боках я бронила. А на лошадях я не пахала. Ну как я смогу пахать? А он говорит, ну я тебе и пахожу. Ну и правда показал. Я отпахала весну. И на осень там уже у нас трое, два мужчины, один фронтовик был. Я и еще, там мужчина был, в три, в три, это на осень уже, на зиму, в которой селись хлеба. Утроем пахала и отпахала. Все, все, все. Все работало, все делала. Мешки таскала. И баржи грузила, когда баржа подъезжала к сушилке. Все делали. Вот сейчас не знаю, как это я выжила, удивляюсь. Вот такая тяжелая жизнь. А когда пахали, плужок какой был? Больший. А вот когда, и тогда, после войны, как раз нам дали этим колхозникам огороды пахать. Копали шеручную, лопатой в войну. Все, никому, никого еще не давали. А когда это, вот я пропахала и говорит, ну нынче будете все свои огороды сами пахать. Я приехала в деревню. Там у Поля-то меня не видели. А домой приехала, в деревню бабенки окружили все. Говорили, я не могу пахать. И потом в огороде-то, этот плужок маленький. И он никак, это, и там надо очень, это, там-то я знала, вот Поля я пустила плохо. Он идет хорошо, я сильно не мучилась. Я и шла заем, только бивала лошадей разворачивать. В общем-то, а вот дома не смогла, пошла, пошла, соседа попросила. У Коли, спаши огород, никак не могу. Потом эти женщины стоят, только душу, душу теребят. Вот такую жизнь прожить-то тяжело. Ах, тяжело вспоминать. Ладно, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.